Новосибирская донецкая филармония Аномально жаркая погода в Новосибирске сохранится в ближайшие дни. Погода ставит новые рекорды. Столбик термометра поднимается выше отметки 35 градусов. Такого не было в эти дни за всю историю метеонаблюдений. Служба скорой помощи зарегистрировала несколько случаев тепловых ударов. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют пить достаточно воды и носить головные уборы. Сегодня на съемку я надела топик и юбку. Отступ от дресс-кода редкость, но даже нам в такую жаркую погоду сделали исключение. Уже сейчас в 12 часов дня термометры показывают больше 30 градусов жары. И это далеко не предел. Уже в четверг синоптики обещают рекордные 38 градусов. Новосибирск побил рекорды за период наблюдений с момента открытия метеостанции Огурцова. Поэтому за 4 июня у нас температура превысила за 2004 год. То есть она составила 34,3. Предыдущий рекорд был 31,9. И за 5 число тоже у нас значение достигло 35,3. Превысила рекорды даже 55-го года. Жара как переносите сейчас? Чем спасаетесь? Я спасаюсь кондиционерами на работе. Дома тоже жарко. Дома нет кондиционера. Не спасаюсь, как видите. Иду смело навстречу опасности. Здравствуйте. А можно льдинку с апельсином? Такая жара на улице. Еще много покупают мороженое? Больше, чем обычно. Продажи выросли. Особенно на выходных очередь была до ГПНТБ. Спасибо. Купальный сезон в Новосибирске официально не открыт. Спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи призывают соблюдать технику безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах. Купался в реке Берть. Вода комфортная. Но холоднее, чем в обском водохранилище. Но купаться можно уже. Даже нужно, я бы сказал. Резкая разница температуры. Вода еще не нагрелась. Резкое охлаждение. Оно также способствует развитию острых проблем сердечно-сосудистой системы. Вплоть до остановки сердца. Еще одно место, где дети часто устраивают заплывы – это фонтан. В фонтане можно получить разную травму. Ну, редко, конечно, когда там человек утонет в фонтане. Но, тем не менее, водопроводная вода в фонтанах, она еще холоднее, чем прогретая вода в водоемах. То есть там можно получить шоковые ситуации на разницу температур. Ну, и плюс травмы, связанные с повреждениями. Будто это шейный отдел позвоночника или это конечности. Такое, к сожалению, бывает тоже. Осталось немножко нам потерпеть эти экстремальные условия. И затем уже на предстоящие выходные, праздники, уже фонт температуры будет комфортный для нас. Привычный от 23 до 30. А пока у жителей есть несколько вариантов спасения от теплового удара. Врачи рекомендуют всегда носить с собой бутылку воды и головной убор, а также одеваться в светлую одежду. Но если вы все же почувствовали первые признаки недомогания, важно сразу же обратиться за помощью к специалистам. В аномальную жару дорожные службы чаще выводят уборочную и поливальную технику. С одного участка вывозят до 20 тонн пыли. Уборку проводят круглосуточно в несколько этапов. Сначала дорогу увлажняет поливальная техника, затем подметающие машины сбивают пыль к обочине. И уже потом подключаются пылесосы. И вот как эта работа выглядит из кабины спецмашины. С 8 часов утра у борцов с дорожной пылью сотрудников ДО-1 начинается рабочий день. Перед выездом нужно заправить машину, оценить ее работоспособность и получить задание у дорожного мастера. Охлаждающая жидкость, расширительный бачок. В уровень все хорошо. Масло проверяем. Вытаскиваем щуп. Протерли его тряпочкой. Ставили обратно. Все. Колеса накачаны. Все. Иду к мастеру. Получаю путевку, получаю задание. Еду на заправку, если не надо. Не надо, еду, заправляюсь водой. Еду по маршруту, указанному в путевом месте. Все. Проверка закончилась. Начинается работа. В кабине довольно просторно. Могут поместиться два человека. Внутри продумана каждая деталь. Много зеркал, чтобы проезжать мимо бордюров и припаркованных машин максимально близко. Есть система геолокации, которая позволяет водителю следить за маршрутом, а диспетчеру отслеживать местоположение машины. На крыше проблесковый маячок – обязательный атрибут специальной техники. В данный момент мы орошаем. Мы разделительно орошаем. Сзади машина лотковую часть орошает. Всю дорогу захватываем сразу. Я от маршрута могу отклониться по заданию мастера. Мастер ездит по району, смотрит, где грязно, где чисто, где как. И дает тебе задание. Надо подъехать туда и сделать там то-то, то-то. В рамках моей работы, моих обязанностей. Один рейс может занимать от 30 минут до 2 часов. Время отривания дорожники выходят из машины, чтобы проверить оборудование и осмотреть машину. Система уборки состоит из нескольких этапов. Сначала поливальные и подметающие машины сметают мусор и пыль к обочине. Затем их собирают пылесосы. Крупный мусор при этом убирают дворники вручную. Уборка идет круглосуточно. Она в любом случае что-то есть. Для того, чтобы понять, поднимаем мы пыль, эффективная наша уборка, надо совсем перестать что-то делать. И тогда сравнение будет. У нас же все в сравнении познается. Но работу в любом случае привык свою делать как надо. Ежедневно с пылью в Новосибирске борются 40 машин, по 4 машины на каждый район. Из-за жары техника выходит чаще. Одна из основных причин пыли – остатки грунта, которые скапливаются на шинах машин и разносятся по дорогам. От грязи не застрахован никто, поэтому внимание дорожники уделяют всем улицам Новосибирска. И продолжаем выпуск. В Тихом центре реконструируют магистральную теплосеть, которую не ремонтировали около полувека. Из-за этого на улице Чеплыгина ограничили движение автомобилей. Как уверяют энергетики, все работы на участке постараются провести без длительных отключений горячей воды. Процесс сегодня проконтролировал мэр Анатолий Локоть. Перекрытое движение по улице Чеплыгина на участке от 39 до 47 дома. Здесь реконструируют тепловую сеть. За пять лет выявили шесть дефектов, теперь ее ремонтируют. Данная теплотрасса подключила 15 многоквартирных домов в центральной части города. И безусловно для центра нашего города это достаточно значимый участок. Поэтому работы проводятся достаточно оперативно. Горячая вода может отсутствовать именно на случай переврезок. Но это один-два дня. Эти трубы не ремонтировали больше полувека. Сейчас идет их монтаж. Причем в этом году вместо железобетонных камер используют монолитные. Ведь они прочнее и лучше выдерживают динамические нагрузки. Как говорят специалисты, такая конструкция обновика. 23 миллиона стоимость в целом работ. При этом меняются здесь не просто трубы. Вы видите, меняется и лоток полностью. Возможно и камера потребует замены. Потому что там перемычки. Все перемычки, вот эти сопряжения, они в камере находятся в тепловой. Ремонт теплосети на Щеплыгина планируют завершить ко дню города. А дальше реконструкция сети продолжится в сторону Советской. Этим летом компания СГК по концессии планирует отремонтировать 19 километров теплосетей на 31 участке города. А коллектив предприятия спецавтохозяйства наградили за вклад в охрану окружающей среды и развитие экологических проектов в регионе. Благодарственное письмо муниципальному предприятию вручил губернатор области на фестивале «Экомир». В этом году его программа была посвящена особо охраняемым природным территориям. На экофестивале каждый из 16 участников подготовил локации в теме заповедной зоны Новосибирской области. Например, муниципальное предприятие спецавтохозяйства подготовило стенд о Васюганских болотах. И дети, и их родители могут узнать про Бердские скалы, про реку Издревую, непосредственно про заповедник Легостаевский или Караканский бор, или даже Васюганские болота. Мы можем рассказать, как чистится вода, как перерабатываются отходы, или как тушатся лесные пожары. Это все в рамках экологического фестиваля доступно нашим детям. Это было сделано из полиэтиленовых пакетов сбора, а это переработанные автомобильные колеса. В каждом развлечении свой экологический смысл. Например, даже аквагрим посвящен краснокнижным животным Новосибирской области. Это лосмозавр. Вот на рептилии было во времена динозавров. Питался рыбой. Весна и лето – это жаркая пора для предприятия, потому что мы активно участвуем в волонтерских движениях, очищаем берега, рек, проводим акции по сбору крышечек, макулатуры из школ. Но самый наш любимый праздник – это, конечно, экофестиваль. Мы третий год являемся партнером. В непринужденной обстановке мы можем поговорить с детьми о важных проблемах и подумать, каким образом мы можем помочь сохранить хрупкое природное равновесие. Сохранение родной природы – это дело каждого. Таких примеров среди наших новосибирских компаний тоже очень много. С Днем Эколога всех! Поздравляю! Всем спасибо за работу! Многие посетители зоопарка подошли к участию в фестивале «Эко-мир» творчески. Здесь проходит конкурс «Эко-шляп». Все, что является перерабатываемым материалом, может стать частью прекрасного образа. Достало молоко сделать омлет. Думаю, какие красивые штучки для хранения яиц! Бесплатный проезд в метро и сувениры за стихотворение. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина новосибирцам предложили вспомнить строки классика. Но у горожане сегодня, похоже, не были настроены на лирический лад. Знания даже в рамках школьной программы демонстрировали единицы. А вот Екатерина Мелехова не упустила возможность показать эрудицию и сэкономить. Мы все ленивы и нелюбопытны, так сказал Александр Сергеевич Пушкин еще в 19 веке. Как бы горько ни было, но эта фраза актуальна и по сей день. Сегодня, в день рождения великого классика, можно прокатиться абсолютно бесплатно в новосибирском метро. Но, как видим, желающих пока нет, поэтому попробуем запустить это литературное утро и первым прочитать лирическую миниатюру. Я вас люблю, так искренне, так нежно, так дай же Бог любим быть другим. Спасибо, вы приняли участие в акции «Читаем Пушкина в метро». Имеете право проехать сегодня на метрополитене бесплатно. Вот такой презент мне вручили за то, что я прочитала стихотворение. Вообще, в принципе, достаточно даже одного четверостища, чтобы проехать бесплатно в метро. Все не упустят возможность поехать бесплатно. В центре города, то есть на площади Ленина, в день проходит больше 13 тысяч человек, поэтому большая необходимость. В море тум зеленый, золотая цепь на ду бетон. С днем и ночью ходят в шелом, где ходят по цепи клюбов. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Многие из пассажиров так или иначе вспоминают хоть маленький отрывок из произведений классика. Поэтому хочется завершить это великой цитатой поэта. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Новосибирская и Донецкая филармонии подписали соглашение о сотрудничестве. Приглашенные солисты и коллективы приехали с гастролями в наш регион. В зале на территории ДНР концерты пока приостановлены. Программа, которую представили гости, близка публике на территории всей нашей страны. Выступления посвящены 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Концертный зал Донецкой филармонии не принимает слушателей. Тем не менее, при поддержке наших российских друзей, коллег, мы имеем возможность гастролировать по Российской Федерации, по регионам. И, конечно, каждому музыканту очень важно развиваться, находиться в работе, в музыкальном тонусе, постоянно совершенствовать свое исполнительское искусство. И вот такая дружба на премьере Донецкой филармонии и Новосибирской филармонии является подтверждением тому, что мы не одни. Это не была моя личная инициатива, мне очень радостно, что она была изнутри нашего коллектива, который в прошлом году принимал замечательных музыкантов из Донецка. И, конечно, я с радостью поддержала, и мы сделали все возможное для того, чтобы этот тур состоялся. Программу, которую они предоставляют публике, это тоже очень важная веха, как мне показалось, для Донецкой филармонии. Это программа к юбилею 85-летию Владимира Высоцкого. Когда вода всемирно, но петолка, а вода, не умерласть на границе берегов. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте проверенные советы, как пережить жару от медиков и спасателей. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok